В июне 1982 года руководство советского завода, не сдержав обещания, решило обмануть молодого казаха, о чем впоследствии очень горько пожалело. Настолько горько, что последствия эти вошли в историю как ЧП всесоюзного значения. Признаюсь, эта история не является специфической темой канала, но время от времени происходит спад читательского интереса к средневековой тюркской истории и трагическим годам начала 20 века для казахского народа. Раз так, то возьму на себя смелость немного разнообразить палитру исторического сообщества. А вось, кому-то эта история покажется интересной, главный герой достойной внимания, а какой-то романтик даже решится поддержать автора канала. В середине 1970-х годов родители подростка Мурата Уртимбаева, заметив его склонность к точным наукам, собрав последние деньги, отправили того после школы поступать в МГУ на механико-математический факультет. Талантливый математик настолько в Москве поразил местную профессуру, что парню из Алматы все пророчили карьеру ученого. Но не тут-то было, в советское время, не так просто было остаться в столице, прописаться, и получить жилье. Если у тебя не было знакомств и денег, то ты был обычной серой массой, которую руководство, советский эстеблишмент мог послать куда ему за благорассудец. Так в 1978 году подававший надежды ученый был по распределению отправлен работать на Тольяттинский завод АвтоВАЗа. Помните «Жигули», так вот, на рубеже 70-х-80-х годов конвейерную линию производства устаревшей итальянской модели «Фиата-124» обслуживала команда советских программистов. Весьма зажравшаяся, капризная, замкнутая общность, которая научилась время от времени, писать простенькие вредоносные патчи в программы, тем самым выторговывая себе от руководства завода различные привилегии. В подразделении, где трудился Уртембаев, была своя иерархия. Элита занималась программным обеспечением для подачи деталей и агрегатов на главный конвейер. И старшие по должности программисты не допускали к программному обеспечению простых схемотехников, как Мурат, которые лишь технически обслуживали автоматику. К ним относились в режиме «Подай, принеси», говорится в одной из российских статей. Молодого амбициозного математика, не устроила роль второстепенного вспомогательного персонала. Мурат, не желая прислуживать местной элите программистов, показал руководству примитивность их диверсий. В итальянской Википедии, так и пишут. В то время для программистов автоваза было обычным делом намеренно писать вредоносное программное обеспечение, а затем исправлять его, зарабатывая таким образом корпоративные вознаграждения, такие как поездки за границу, дачи, автомобили или большие зарплаты. Тольяттинская элита программистов, в открытую высмеивала способности новоприбывшего инженера из Казахстана. Выторговывая себе финансовые привилегии, Мурата и других «Исподай, принеси» оставляли попросту за бортом. Годы шли. Мурат, живя с женой в тяжелых материальных условиях, злился все больше и больше. Мизерная зарплата, птичьи права в чужой республике, нереализованный научный потенциал математика. Уртимбаев видел, насколько была примитивна элита программистов «АвтоВАЗа» и в один прекрасный июньский день пошел требовать себе повышения в зарплате. Всего лишь в 20 рублей, но его обманув не дали даже почетные грамоты. Позже во время следствия прокуратура выяснит, что в июне 1982 года при аттестации руководство завода не сдержало своего обещания повысить ему должность и оклад. Сурпруга Мурата Уртимбаева вспоминала, что после аттестации он явился домой расстроенный и заявил, что покажет им. Она просила его ничего не делать, подумать о ней только что родившемся ребенке, и муж пообещал ей, что так и будет, но сам решил иначе. Месть 27-летнего казахского инженера-программиста оказалась настолько страшна для руководства «АвтоВАЗа», что данный инцидент стал известен в истории, как отмщение за унижение первого советского хакера. Да, вы будете удивлены, первым советским хакером всего постсоветского пространства считается этот самый скромный и мало кому известный казах Мурат Уртимбаев. Выпускник МГУ, создал первую в СССР сильную вредоносную программу, вирус которой в запланированное время, во время его отпуска должен был автоматически запуститься, остановив часть конвейеров по линии сборки знаменитых в СССР «Жигулей». Знаете, что такое «АвтоВАЗ»? Это практически монополист советского периода по производству автомобилей. Можно сказать, единственный завод, на отсталую продукцию которого молилось все население страны. Купить автомобиль было праздником избранных. Очередь стояла из миллионов людей на много лет вперед. Несчастный советский человек, готов был выплатить двойную взятку от стоимости автомобиля, лишь бы приобрести упрощенную копию «Фиата-124» модельного ряда 1966 года. А теперь представьте себе, жадное советское руководство этого завода зажало 20 рублей к окладу и похвальную грамоту. Вирус Мурата запустился на три дня раньше. Конвейеры остановились. Вся элита завода в ужасе толкаясь вокруг остановившихся станков, не знала, что делать, кому звонить, на какого бога молиться. Весь отдел программирования, те самые программисты, которые гоняли Мурата на поди-принеси, не воспринимавшие всерьез инженера из Казахстана, чуть ли не плакала от обиды и бессилия. Никто не знал, почему шайтан-машина остановилась, а поправки в коды программирования результатов не давали. Сами пакостим, сами исправляем, сами получаем бонусы и ездим в Италию, хорошо устроились, товарищи коллеги. И чем хуже вас математик, с отличием окончивший МГУ, задали вопрос на суде следователи программистам АвтоВАЗа. Коллеги Мурата, понурив головы, сидели молча, пока Вуртимбаев находился в отпуске в Казахстане, сотни лучших советских программистов, лучшие светлые умы программирования Тольятти не знали, как оживить конвейера. Хоть лошадей впрягай, хоть и шаков, ничего не помогало. В итоге, месть за невыданную грамоту и мизерную смехотворную надбавку казахскому инженеру, над которым смеялся и стеблишмент завода, вылилась в многомиллионные убытки. Уртимбаева судили, но так как случай был уникальным, подобной статьи в Уголовной кодексе еще не имелось. Мурата осудили как за диверсию, за умышленное повреждение госимуществ, приговорив с учетом раскаяния и добровольного признания к трем годам условно с частичным возмещением ущерба. Частичный ущерб суд оценил в стоимость двух «Жигулей», что для простого человека было огромной суммой. Но мало того, уртимбаева грамотного математика и программисты разжаловали до простого рабочего, обязав работать на заводе простым слесарем, где Мурат пробыл, пока не развалился СССР. Умер первый хакер СССР 21 мая 2010 года в возрасте 54 лет, являясь начальником отдела информационных технологий Коспочта. Поддержите автора Пиалой Кумыса, хотя бы один подписчик на тысячу просмотревших этот ролик, ведь в большинстве роликов канала отсутствует какая-либо реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова